И всем привет, ребят! С вами Мистер Вайнка, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен одному очень интересному устройству, которое у нас было в челлендже. Это рельса с оглушением, если я не ошибаюсь, именно в этом челлендже она была. Ой, вернее, не с оглушением, а эмми-снарядом. Ошибся я немножечко. Эмми-снаряды, интересная рельса, я на ней ни разу не играл, поэтому сегодня пришел тот самый момент, когда мы ее затестим в матчмейкинге. Викинга рельсочка, бустерочек. Ну и посмотрим, что из себя представляет данная замечательная рельса. Сыграем пару боев. Я думаю, что контроль точек, тдм-очка, два отлично подходящих режима для данного сочетания. Ну и посмотрим, насколько дико, жестко будет разваливать моя вика рельсочка. Со скаутом рельса, не сказать, что прям сверх актуально, но находится в довольно-таки неплохом балансе. Конечно, ее немножко нерфанули спустя там какой-то период времени. Да, сейчас она не прям сверх жесткая, но тоже довольно неплохие результаты показывает. Поэтому будет очень интересно посмотреть, что покажет из себя рельсочка с эмми-снарядами. Она должна отключать у нас расходку. Открываем тапчик. Ни одного противника, в которых есть резисты от эмми, нет. То есть мы, по сути, можем очень неплохо отключать расходочку, но расходка отключается только в том случае, если у нас вылетает критический урон. Это тоже нужно не забывать. Ну и перезарядка у этой рельсы примерно такая же, как перезарядка у... У чего? Правильно. У крупнокалиберки. Ну, может, чуть-чуть быстрее, да? Два крита. Пока что криты убивают противника. То есть мне, по сути, крит ничего дополнительного не дает. Я смотрю, что там много пулеметов с поджогом. Тогда мы сразу возьмем монететик от поджога. Очень хорошо, когда на викинге есть все устройства, и можно любой одеть по необходимости. Ну и стараемся, смотрим, что будет получаться. Критический урон выскакивает довольно часто, но пока все криты с ваншотами, да? То есть никакого смысла практически... Да нет, вообще в принципе никакого смысла пока что от Эмми нету. Если оглушение бы еще как-то может быть. Хотя, в принципе, если ваншоты залетают, то... О! А вот это уже неплохое движение. Расходочка улетела. Оп! И добавку сразу. Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Хорошо. Ой, хороший крит по четверочку сразу. Есть овердруй, ведь можно было бы его использовать. Ну ладно, пока что у меня нет такой возможности. ХП маловато. Вот сейчас с респа, я думаю, что можно отдать, не кисло. У резиста по тресы практически нету. Это очень хорошо. Если бы было много резов, не так бы жестко себя бы показывала. Вика, резочка. А так, шикарно. Великолепно. Резистов практически нет. Можно очень неплохо уничтожить противника. Но пока что у меня ХП не так много. Я в очередной раз прожимал овердрайв. Ой, хорошую выдаю. Жалко, что без крита. Может сейчас с критом? Нет, не попадаю. Мне бы где-нибудь использовать. Замечательно. Свой. Критический урон, я так понимаю, еще дополнительный урон, да, наносит? Шанс двойного крита подряд тоже есть с этим устройством. Ну, такое, такое интересное устройство. Я не знаю, где его можно качественно реализовать. Наверное, не во всех режимах. Но... Как вариант, как вариант халявного устройства за челлендж, наверное, неплохая тема. Давайте прожмем овердрайв, посмотрим, что у нас с овердрайвом получится. Что-нибудь. Ух, хорошо. Хорошо! Пятерочку, четверочку оформил. Пятого не добил. Неплохо, неплохо. Тринашечка, да, рабочая. Рабочая. Ой-ой-ой, сквозной. Сквозной на отключение двух танчиков. Вот это неплохо было. Неплохо. Но, в принципе, если сравнить это устройство и подумать о том... Сейчас чуть-чуть звук потише сделаю. Извиняюсь за вот этот вот клик. В принципе, если сравнить это устройство с гауссом на отключение, то, по сути, наверное, даже иногда побыстрее вы можете давать критический урон. Плюс здесь есть возможность дать сквозную, сквозную с расстоянием. И, по сути, на гауссе вы, например, не сможете там... Тем расстоянием, которое сейчас, например, у меня на мост залетело, да, шальная. Вы не сможете отключить сразу двоих. Но, все равно, да, то есть здесь у вас есть как альтернатива рельса, да. Но гаусс, например, с эми, мне кажется, все равно будет себя показывать намного уверенней. Ну, какая-то альтернатива, такая рельсочка, в принципе, неплохая тема. Я, конечно, если бы выбирал бы, наверное, между скаутом и эми, сильно задумался, да. Может, где-то, где побольше резов от рельсы, да, и нету эми, то можно было бы... Иммунитетов от эми можно было бы взять, наверное, такую рельсочку и довольно неплохо ее реализовать. А, я же говорил, что TDM-очку пикнем точно. Что-то я контроль-точек задумался. Контроль-точек что-то пикну. Оп, у меня критическая ошибочка. Я люблю танки онлайн. За то, что всегда все работает максимально стабильно и уверенно. Так что пробуем сразу, быстренько сейчас TDM-очку оформить. TDM-очку... Ну, контроль-точек, в принципе, если бы не турбо-сливная катка, может быть, там около бы 30-ки я бы какую дал. Может быть. Не 100%, конечно, но где-нибудь около 30-ки, может быть, заехала бы. А что у меня произошло? У меня какой-то критический обрыв, что ли, или что? Что случилось? У меня все, Габелла не грузит, ладно. Давайте оставлю на паузу тогда, когда загружусь. Продолжим. Ну, это Габелла. Спустя 4 года, наконец-таки, у меня заработала игра. Там баганула, я так понимаю, карта. И я не мог в нее прогрузиться. Пришлось ждать, пока она закончится. Ну, мы продолжаем, продолжаем. Надеемся, что сейчас все быстренько, оперативненько меня закинет. Посмотрим, что покажет наша мега крутейшая викорельсочка. Сейчас я как чпокну соляндрочку просто на ней. Под 50 килов так дам. Ну, я, конечно, преувеличиваю немножечко. Ну, посмотрим. Посмотрим. Главное, чтобы сейчас все запикало. Потому что пока что что-то опять не бросает. Бои, может, танков какие-то технические неполадки. Ну, вот, наконец-то. Загрузочка пошла. Уверенная, уверенная, уверенная. Грузим, 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 грузим. Надеюсь, попадаю в бой. Шикарно. Ох, какую карту меня закинуло. И резистов от рисы. Ну, не так много, конечно, есть. Но не так много. Так, сразу смотрим, что мне по устройству лучше взять. Так, есть поджог. Есть пробитие. Есть отключение, да? Расходочки у Гаусса. Ну, посмотрим. Сейчас, что будет больше кошмарить, от того и возьмем. Хорошая сразу. Первая с критическим. По четверочку даем. Оп. Вторую добивочку, косаречек. Оп. И расходочку бы сбил бы молодому. Но, к сожалению, он был без расходки. Хорошую вертушечку оформляем. Ну, такую полу-полу вертушечку. Целил в другого. Успел перевести. Неплохо. Оп, молодой человечек. Хоп. Хоп. И расходочка улетела. Да, шикарно. Оп. И добавки. Ну, добавку, конечно, такую себе я дал. Это, конечно, печально. Но отключение, я так понимаю, расходки на долгий период времени работает. Потому что молодой, и даже с двух рельс моих не смог себе расходочку прожать. То есть, это очень неплохая тема. Шучал там где-то на секунд 7-8 без расходки. Это очень неплохо. За счет таких моментиков можно неплохо давать. Вот исключительно печальная тема в том, что нельзя две рельсы дать с бустером. Вот если бы две рельсы с бустером еще можно было бы дать, то было бы вообще максимально круто. Так, всего лишь одна рельса с бустером. Это, конечно, ну так. Не очень приятненько. Если бы две рельсочки с бустером залетало бы, то было бы вообще шикарно. Ой, куда-то рельсом я полетел. Не знаю, почему-то потанку не зарядила. Ну, она косой на мастер-банке. В принципе, ничего нового. Поэтому едем дальше. Едем пушить. У меня 80% овердруева. Можно выдать сквозную. Было выдать сквозную. Но я, как всегда, попал под дым и промазал дважды. Вот это, конечно, неплохая тема. Еще и меня слили. Вы просто очень жестко приняли. Я аптекался. Но не расстраиваемся. Не расстраиваемся. Пытаемся сейчас рабочую-рабочую оформить. Оп, лак все рвало. Нормально. Танки у нас никогда не лагают. А если лагают, то это часть игры. Так, меня опять расходку рубят. У Гаусса расходочка не так сильно, да, сбивает. Не на столь длительный период времени. Хорошую тысячоночку оформил. Ой, хорошо, еще увернулся. Сосулечки. Ой-ой-ой, еще двоечка красивая. Ну и теперь было бы неплохо овердрайва прожать. Если Титан, конечно, здесь не прожмет купол. То есть, Титан купол прожмет, то, в принципе, Габелла. Ой, хорошо, расходочку оформил. Сбитие оформил. И видите, на какой длительный период времени. Оно как бы... Почему, не понял. Расходку прожали у них. Эффект над башней был. Но расходку они прожали каким-то магическим образом. Не понял. Не понял, как это работает. Так, значит, там не на столь длительный период времени работает. Бэм. Печально тогда, что я могу сказать. Печально. Печально, я думал, нормально. Отключает по времени. Так, овердрайв. Жмем. Добавляем раз. Два у меня тырят. Три. И все. Три кила. Три кила за восемь рельс. Но это, конечно, очень слабо. Я выдал. Можно было дать намного больше. Ну, ладно, пытаемся накидывать урон. Накидочку профессионально оформлять. И здесь еще. Ай. Не успел. 10 киллов. 10 киллов. Ну, такое. Такое маловато. Очень мало, я бы даже сказал. Очень мало. Пробуем. Двоечка. Двоечка. Ну, и добавку еще одну. Двоечка тоже. Здесь есть свои, короче, минусы. Ну, давайте сейчас бой доиграем. Я, в принципе, уже для себя определенные выводы сделал. Я уже для себя все понял. Когда стоит использовать данную рельсочку, когда нет. Это бы сейчас расходочку сбило. Было бы неплохо. Но сбили расходочку мне. А не я сбил. Печально немножко. Немножко печально. Так, сейчас можно выдать неплохую наверх. Как раз сейчас у Титана купол пропадет. Можно будет выдать. Еще еще. Рысочку ставим. Оп. Теперь на выезде вот такую вот шальную. А, 1700 всего лишь. Остальная. Такая слабая оказалась. Там снизу овердрайв. Можно было бы подобрать. Но я не поеду за ним. Так. Вика Магнум неплохо накидывает. Правда, там практически у него все выстрелы в молочко были. Оформлены. Опять овердрайв. Да ты чего? Это уже другой овердрайв оформил что ли? А мы ему еще Эмми продлили. Но пробитие было получше. Получше пробитие было. Если бы я пробил бы сейчас и потом бы слил бы. Но было бы пободрее. А то так как-то, ну, шляпа усатая. Ну, расходку я сбил. Но с Титаном я ничего не могу сделать. Все. Как бы Титан меня уже чпокает. Сразу, сходу. Плюс одна рейса только с бустером. Да, то есть, ну, такой, короче. По итогу получается, что рельса выходит очень спорная. Очень спорная. Да, и я бы, я бы, если бы сравнивал бы эту рельсу и скаут, то я бы в, наверное, 80% случаев и карт отдавал бы свое предпочтение непосредственно скаут. То есть, скаута намного больше преимущества. Рельса стреляет быстрее. Соответственно, вы с бустером можете дать две рельсы, а не одну. Урон не так сильно отличается, да, у этих двух рельс, что у скайта, что у обычной рельсы, да. То есть, например, Эмми. Возможность отключения расходки с критическим уроном работает не столь часто, из-за того, что часто вылетают ваншоты. Соответственно, само Эмми работает не на постоянной основе, но практически, ну, может быть, 50% выстрелов от тех, которые вы попадаете по противнику, наносятся там с Эмми и они являются полезными. То есть, эффективность очень сомнительная. И можно пробовать, да, играть с этой рельсой, можно бесить противника, но это не какое-то имбо-устройство, с которым можно дико жестко нагибать. И если я уж сравнивал бы полноценно, например, эту рельсу с Гауссом, Гаусс, наверное, в больших случаях показывал бы себя лучше. Ну и если сравнить эту Эмми рельсу со Скаутом, то Скаут бы себя тоже бодрее бы и аппетитнее показывал. То есть, ну, здесь уже нет смысла дальше что-то обозревать и рассматривать. Устройство на любителя, да, и оно далеко не везде будет работать. Поэтому как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу данной рельсочки. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, если вам нравится данного формата видеоролики. Ну и у нас с Михаилом стартовал розыгрыш на 3 миллиона кристаллов. Поэтому ссылочку в описании оставляю. Если кто не знает, переходите, участвуйте. Все очень просто. Минимальные условия подписались и участвуйте в розыгрыше 3 миллиончиков красивых кристаллов. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.